Обычно подозреваемые, если это конечно гости, столицы забывают русский язык, но в этом случае рабочий из Узбекистана продемонстрировал глубокое знание великого и могучего, обвинил жертву в проституции. Светлана торопится, хочет как можно быстрее закончить процедуру опознания и забыть о том, что произошло. Сегодня она узнала мужчину, который ее изнасиловал, задержан. Впрочем, сам Дамир потерпевшим считает себя. Она просит. Ну, пожалуйста, ты можешь врач. Почему ты тогда, когда я тебя скупил? Сокрой свою рот. Когда мы ходили, почему ты тогда не орала? Я не орала, а как это я орала? А где я взяла вот эти синяки, все побои? Где я взяла? Тебя, наверное, супер, я откуда знал. Попой, супер у меня был. Что ты не ешь? С тобой еще кто был там? Какой мужик сидел? Абсолютно никого не было. Девушка, она говорит, помоги мне. Я в виде человека. И он и девушка. Бокс, матрас там. Крики, крики, крики опять. Я сказал, что это? Почему так? Он говорит, пошел. И моя подруга, да, мы будем спать, да? Она говорит, не говори ничего. Опять проблема тебе. И мы спали. Почти час, как доказали сыщики, Дамир издевался над Светланой. Крики о помощи услышали прохожие. Они и вызвали милиционеров. На Светлану напали поздно вечером. Она вышла из дома в магазин. Дамир, как потом выяснили сыщики, жил и работал на стройплощадке. Здесь он избил и изнасиловал девушку. Как только началось следствие, стройку закрыли. Сами хозяева трактор, по всей видимости, бросили прямо во время работы. Вместе с водителем исчезли еще человек сто. Они, как считают милиционеры, трудились и жили здесь нелегально.